Кандидату медицинских ног Новиковой Марии Сергеевны доклад на тему «Диабетическая болезнь почек. Новые возможности сахароснижающей терапии». Пожалуйста, Мария Сергеевна. Спасибо, Михаил Борисович. Спасибо за предыдущий доклад. Очень не хотелось отпускать докладчика, потому что перекрестные вопросы по поводу сердечно-сосудистых заболеваний и той роли, которую вносит сопутствующая патология у пациентов с сахарным диабетом, поражением печени и почек. И здесь много вопросов, которые, наверное, будут иметь перекрестные значения. Но, тем не менее, говоря о хронической болезни почки, обращу ваше внимание, что по сравнению с 1990 годом проблема выросла на 94%. Это летальность тех пациентов, в которых будут страдать сопутствующие патологии хронической болезни почки и сахарным диабетом. А чтобы представить масштаб этой катастрофы, достаточно представить 100 пациентов, которых вы пролечили за 20 лет, и через 20 лет от этих 100 пациентов останется только 6. Вот что это такое. Если говорить в целом о масштабе мировой популяции, которая затрагивает эту проблему, то 2,2 миллиона человек умирают ежегодно от сопутствующей патологии почек и сахарного диабета, а 52 миллиона будут иметь сокращенную продолжительность жизни в результате инвалидизации по причине хронической болезни почки. Если сравнить две причины сердечно-сосудистых катастроф, то наличие инфаркта головного мозга будет сокращать продолжительность жизни пациента с сахарным диабетом на 12 лет, то ранний дебют диабетической болезни почки, оранжевая линия на графике, это 16 лет. То есть больше, чем наличие инфаркта в анамнезе у такого пациента с сахарным диабетом и хронической болезни почки. Если думать о средней продолжительности жизни Российской Федерации, которая достигла максимума за последний год, оно составляет около 73 лет для женщин и мужчин, чуть-чуть меньше у мужчин, то минус 16 лет это будет в районе 60, минус 6, 54-56 лет жизни. Это очень значимая цифра, мне кажется. И, конечно, мы должны сохранить продолжительность жизни наших пациентов максимально долго, насколько это позволяет, современные терапевтические подходы. Если сравнить продолжительность жизни относительно таких популяционных проблем, как сердечная недостаточность, то продолжительность жизни будет составлять менее 40% выживаемость, вернее так, пятилетняя выживаемость у пациентов на диализе с сахарным диабетом будет составлять менее 40% и приравнится к проблеме хронической сердечной недостаточности. А причиной такой низковыживаемости, конечно, будут же сердечно-сосудистые катастрофы в первую очередь. Редко кто умирает, и причиной смерти является именно терминальная почечная недостаточность сама по себе. Впрочем, так же, как и цирроз печени и печеночная недостаточность, позволю себе об этом говорить. Но основной причиной смерти таких пациентов, еще раз повторяю, будут сердечно-сосудистые катастрофы. И одной из основных таких моментов, которые требуют внимания к себе со стороны эндокринологов, является изменение патогенеза. Не только изменение, а некоторое расширение представления патогенеза о развитии хронической сердечной недостаточности и в целом сердечно-сосудистых катастроф, которые происходят при комбинации хронической сердечной недостаточности и сахарного диабета у пациентов с сахарным диабетом и хронической болезнью почки. И таким основным моментом является некоторый отход от классических представлений асептического воспаления, в частности, атерогенеза. И я, к сожалению, не задала предыдущему лектору этот вопрос, но это не тема сегодняшнего семинара. Мы говорим о классическом представлении сердечно-сосудистых катастроф, когда говорим о прогрессирующем течении атеросклероза и связанных с ним макрососудистых катастроф. А в настоящее время расширение представления под гиенезией хронической сердечной недостаточности заставляет задуматься о волюмическом статусе пациента. Почему дебют ХСН происходит достаточно рано, почему он происходит незаметно и почему в этом случае большую роль играет проблема именно снижения почной функции. А иногда и без снижения почной фильтрации, но статус пациента нашего изменяется, и начинается проблема сосудистой патологии, которая не выявляется сразу. Мы не видим, например, изменения липидного спектра, такого выраженного. Или пациент принимает комбинированные препараты с статинами и фибратами, которые снижают звенья атеросклеротического процесса и цепочку патогенеза атеросклероза, а тем не менее сердечно-сосудистые катастрофы происходят. С чем это связано? И здесь очень большое внимание должен понимать, как развивается это состояние. Ведь в условии функционирования хронической болезни почки и сахарного диабета это состояние, которое меняется постепенно и связано с формированием так называемого статуса антидиуреза, когда увеличивается и объем циркулирующей крови, и объем жидкости внутри клетки, то есть объем цитозоля. Почему это так? Проблема сахарного диабета напрямую связана с активацией трех гормонов, которые отвечают за регуляцию мочеобразования в канальцевом аппарате почки. И это ваши задачи. Это инсулин, который отвечает за реабсорбцию натрия в максимальном отделе почечного канальца. Это вазопресин, который отвечает за реабсорбцию воды в дистальных отделах почечного канальца. И это альдестерон, который отвечает за реабсорбцию натрия и за выведение калия в собирательных трубочках интерстициального аппарата почки. В условиях инсулинорезистентности активируется синтез инсулина, и мы говорим о гиперинсулино-име, как о компенсаторном механизме инсулинорезистентности. А если присоединяется сахарный диабет, то активация реабсорбции натрия увеличивается во много раз, потому что этот механизм сопряжен с реабсорбцией глюкозы. И это приходит к дефициту натрия в дистальных отделах собирательных канальцев и собирательных трубочек. А значит, активация вазопресина опосредована через осматическое давление крови и через непосредственно дефицит натрия в дистальных отделах интерстициального аппарата почки. Активация вазопресина приводит к тому, что жидкость задерживается. И ранее таким звеном этого состояния может быть вопрос, который вы зададите вашему пациенту, изменилась ли ваша солевая чувствительность. Иногда пациенты с выраженной инсулинорезистентностью демонстрируют высокую солевую чувствительность еще до развития сахарного диабета. А потом последовательно, с учетом того, что активация антидиуретического дикгормона произошла, активируется и альдестерон, хотя функциональный гиперкортицизм, который связан с повышенным синтезом альдестерона, я не говорю о патологии надпочечников как таковой, это именно функциональный гиперкортицизм, происходит гораздо раньше. Это в результате стимуляции симпатоадреналовой системы. И эта система дальше работает, и альдестерон, из-за того, что дефицит натрия в собирательных канальцах возник раньше, активируется, и это приходит еще к большей задержке натрия. Выраженная задержка натрия приводит к увеличению объема циркулирующей крови, и невозможность постоянно увеличивать этот объем и перераспределять натрий приводит к тому, что натрий входит внутрь клетки, в том числе и кардиомиоцитов. Объем клетки увеличивается, и это приводит к дисфункции на клеточном уровне. Собственно говоря, мы говорим о формировании состояния антидиуреза, которая напрямую связана с гиперволюмическим статусом вашего пациента, с увеличением объема циркулирующей крови и с отягощенным прогнозом по сердечно-сосудистым катастрофам. А все это происходит в условиях гиперактивации инсулина, вазопресина и альдестерона. Паратериодный гормон сегодня за рамками нашего внимания, но тем не менее активация этого гормона происходит тоже, и это изменяет соотношение фосфорно-кальциевого обмена у пациента с сахарным диабетом и хронической болезнью почки. А что в результате? В результате основное внимание тем сахароснижающим препаратам, которые вы будете выбирать для лечения пациента с сахарным диабетом и хронической болезнью почки. Красный свет – это сульфанил мучевина, которая будет способствовать задержке натрия в проксимальных отделах почечных канальцев. И дальше, если говорить об этой истории, о лечении сахарного диабета, и не случайно были заданы вопросы по теазолиндионам, хотя их давно нет в клинической практике. Но тем не менее опыт применения, наверное, есть у некоторых врачей, которые здесь сидят, неблагоприятный опыт применения. В каком плане? Когда комбинированная терапия теазолиндионами вместе с инсулинами приводила к выраженному отечному синдрому таких пациентов. И что это было? В результате дистальной задержки натриуреза, которое происходило при назначении циазолиндионов и комбинации инсулинов, которые задерживали максимальную реабсорбцию натрия, мы видели манифестную форму состояния, которое мы определяем как антидиурез. Пациент отекал, и это приводило к развитию и прогрессирующему течению хронической сердечной недостаточности. Более того, скажу такие даже вещи, что даже массивная диуретическая терапия не всегда снижала риск прогрессирования хронической сердечной недостаточности у таких пациентов. И исследование про Эктив, которое несколько забылось и посвящено было пиоглитозону, ясно продемонстрировано. По стороне группы плацебо на значение пиоглитозона увеличивало риск хронической сердечной недостаточности на 3%. С другой стороны, есть и препараты инновационного характера, которые могут влиять на инсулинорезистентность и снижание таким образом порог чувствительности к инсулину, уменьшая его концентрацию, уменьшать реабсорбцию натрия в максимальных отделах почных канальцев. Прямой механизм этого действия продемонстрировали неглибитры глюкозонатриевых котранспортеров. И как только нормализовался натриурез у таких пациентов, было это сопряжено с уменьшением сердечно-сосудистых катастроф, и вся линейка исследований по ингибиторам глюкозонатриевых котранспортеров хорошо это подемонстрировала от Эмпорека Outcome до последнего Canvas и Canvas Reno, которое было посвящено пациентам со сниженной скоростью клубочкой фильтрации. Очень такое манифестное исследование по нефро- и кардиопротекции, но в первую очередь это нефропротекция, которая нормализовала натриурез и способствовала снижению антидиуреза и улучшению прогноза по сердечно-сосудистым заболеваниям пациентов с сахарным диабетом и ХБП. Что касается ингибиторов ДПП-5ДАЗа четвертого типа, что мне кажется, они здесь были несколько незаслуженно забыты, и может быть, или не забыты, это неправильное слово, несколько остались в тени, потому что, конечно, нет непосредственного влияния этих препаратов на максимальную реабсорбцию натрия. А что есть? Эти препараты, влияя на натрий-хлоридные и тиозидные каналы в дистальных отделах почных канальцев, увеличивают натриурез именно в дистальных отделах канальцевого аппарата почки и таким образом тоже способствуют выведению натрия. И комбинация ингибиторов ДПП-5ДАЗа четвертого типа вместе с ингибиторами глюкозонатриевых котранспортеров, конечно, может усилить эффект натриуреза, уменьшить состояние антидиуреза и способствовать улучшению в целом кардиологического профиля или кардиоренального состояния такого пациента. Если говорить о непосредственном влиянии этих механизмов, то да, это дистальные каналы почного интерстициального аппарата почки. Это продемонстрировано на этом слайде. Дополнительный эффект — это по синтезу стромального клеточного фактора, который уменьшает зону ишемии, и ему такое самостоятельное значение отводилось по не только уменьшению зоны ишемии в почках, но и по уменьшению зоны ишемии в случае макрососудистых катастроф. Поэтому, конечно, на ингибиторы ДПП-5-4-тифа взлокались большие надежды по осуществлению кардиопротективных свойств. И если даже мы не смогли это продемонстрировать в линейке исследований, посвященных ингибиторам ДПП-4, то непосредственно безопасность кардиологического профиля этих препаратов, конечно же, доказана. И если здесь вот этот слайд демонстрировать, по снижению микроальбоминории при назначении ситоглептина, а это первый из представителей ингибиторов ДПП-4, который вышел в 2006 году, то хочется, наверное, здесь некоторая такая научная конъюнктура. С моей стороны, мне хочется расценить не только как влияние ингибиторов ДПП-4, в частности ситоглептина, на снижение прогрессирования диабетической болезни почки как классического поражения почек при сахарном диабете, а в первую очередь оценить снижение микроальбоминории как маркера макрососудистых осложнений, и в этом случае рассматривать возможность его влияния на дистальный натриурез в почках, и поэтому снижать сердечно-сосудистые катастрофы, возможность снижения. Этот слайд демонстрируется не случайно, хотя он, конечно, не имеет непосредственное отношение к хронической болезни почки. Почему? Если рассуждать об адювантной терапии или о комбинированной терапии, кому как больше нравится ингибиторов ДПП и ингибиторов CGLT, то хочется заметить непосредственное значение и влияние ингибиторов ДПП-4 и как класс инкретиномиметика в целом на сохранение потенциала бета-клетки и на уменьшение синтеза глюкогона, которым не обладают ингибиторы глюкозонатриевых котранспортеров. И в этом случае увеличивается не только их потенциал действия, снижается и риск прогрессирования сахарного диабета и как следствие этого поражения почек и снижение риска диабетической болезни почки, а в целом это непосредственно инкретиномиметические эффекты этой терапии в отношении бета-клетки и уменьшения синтеза глюкогона, еще раз обращаю внимание, которым не обладают эффекты ингибиторы глюкозонатриевых котранспортеров. И к этому механизму действия мы еще вернемся, когда будем обсуждать побочные эффекты на комбинированной терапии с ситоглептином и эртуглифлозином. Ну и, конечно, комбинированные эффекты, плеотропные эффекты препаратов этой группы по уменьшению оксидативного стресса, по восстановлению натриуреза, по снижению активности ренина ангиотензинальдестероновой системы, симпатоадреналовой, а также антиоксидативному и противовоспалительному стрессу, в первую очередь асептического воспаления, снижение механизмов по снижению синтеза адипоцитокинов, они, конечно, вызывали такой непосредственный эффект, и мы ожидали, еще раз повторяю, кардиопротекцию мощную. Тем не менее, мы говорим о том, что завершившиеся исследования, посвященные препаратам этой группы, не продемонстрировали супериорити, препараты были инфериорити, но в целом это достаточно безопасный класс, недостаточно, а полностью безопасный класс препаратов в отношении кардиопротекции. То, что касается ренопротекции, и здесь можно говорить о том международном представлении и отношении к этому классу прекаратов с точки зрения нефрологов, предполагается, что длительность тех исследований, которые продемонстрированы на этом слайде, она была недостаточной для того, чтобы выявить все положительные нефропротективные свойства препаратов этой группы. Если говорить в альтернативе или в сравнении, то такое исследование, как Стена-2, в течение 21 года, оно позволило выявить нефропротективный эффект только по окончании этого исследования, а это более 20 лет. Ни одно из этих исследований не имело такого пролонгированного изучения. Поэтому, может быть, это вопрос будущих исследований и будущих перспективных наработок, которые могут выявить непосредственно нефропротекцию и доказать ее. И если говорить опять и возвращаться к вопросам одеватной терапии, то, конечно, комбинация препаратов этих двух групп представляет собой очень большой потенциал в плане не только аддитивного эффекта, аддитивного эффекта, суммарного эффекта по влиянию ингретиномиметиков на функцию поджелудочной железы, уменьшению звеньев и выраженности степеней всех, звеньев патогенеза и по нефропротекции, которая была доказана во всех исследованиях, посвященных ингибитору глюкозонатриевых код-транспортеров. И, конечно, это не могло не найти отражения в тех рекомендациях, которые были вначале приняты кардиологами в 2019 году, и ингибиторы глюкозонатриевых код-транспортеров были выбраны препаратом первой группы для лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью и атеросклеротическими заболеваниями. А потом они уже были пересмотрены рабочей группой по изучению диабетической болезни почки совместно с диабетологами. И нефрологи подошли к этой проблеме несколько более осторожно, и первым выбором препарата сохраняется метформин. А уже в случае его недостаточной эффективности присоединяется группа препаратов, и первый из них это ингибиторы глюкозонатриевых код-транспортеров. А потом уже последовательно, так как рассказывала Нина Александровна, и я позволю себе на этом не останавливаться, но тем не менее, если возвращаться к рекомендациям по назначению органистов-рецепторов глюкогоноподобного пептида или делать выбор между препаратами этого группы и ингибиторами ДППЛ-питаза 4 типа, то еще раз обращу внимание, что ингибиторы ДППЛ-питаза 4 типа имеют самостоятельное значение в отношении нескольких механизмов нефропротекции. В частности, это стромальный клеточный фактор, это активация натриуреза дистального, которым органисты рецепторов глюкогоноподобного пептида не обладают. Обращаю на это ваше внимание, эффект их в отношении нефропротекции, если говорить об органистах глюкогоноподобного пептида 1 в отношении канальцевого механизма мочеобразования, связан все-таки с эффектом больше на снижение реабсорбции жидкости в проксимальных отделах почных канальцев. И, конечно, они тоже обладают эффектом в отношении снижения состояния, которое называется антидиурез, но имеют в этом случае различия по сравнению с группой ингибиторов ДППЛ-питаза 4 типа. Были проведены исследования, которые были посвящены комбинированной терапии ингибиторов ДПП-4 и ингибиторов глюкозонатриевых котранспортеров, и, как ожидалось, их аддитивный эффект, суммарный эффект в отношении терапии, то, что касается гликированного гемоглобина, глюкозоплазмонатощак, индекса массы тела и систолического артериального давления был более выражен, чем при монотерапии этими препаратами, этими классами препаратов. Поэтому в настоящее время мы обсуждаем такое исследование, как вертисфакториум, которое было посвящено и сравнивало группы применения монотерапии эртуглифлазином и ситоглиплином по сравнению с комбинированной терапией двумя этими групп препарататов, которые присоединялись к монотерапии метформина. То есть, по сути дела, это трехкомпонентная терапия, которая применялась во двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании более чем у 2200 пациентов, и можно рассуждать те конечные точки, которые были в нем продемонстрированы. Но если говорить о клинических, антропометрических и биохимических показателях контрольных групп, то они между собой не различались. И если говорить об эффекте этой терапии, то можно говорить о том, что суммарный эффект в отношении контроля за гликирином гемоглобином при комбинации эртуглифлазина и ситоглиптина был более выражен по сравнению с монотерапией. И этот эффект усиливался при ухудшении гликемического профиля и увеличении уровня гликированного гемоглобина. И эффект этот сохранялся, несмотря на утяжеление течения сахарного диабета. А вот то, что касается вторичных конечных точек, то эффект на снижение массы тела при сравнении с монотерапией эртуглифлазином и комбинированной терапией ситоглиптином и эртуглифлазин не имел достоверных различий между собой. И если говорить о этом эффекте в плане увеличения индекса массы тела у таких пациентов, то эта разница между собой сохранялась и она уже была достоверной, извините, минус 4 кг практически на монотерапии эртуглифлазином и минус 3,4 кг на терапии комбинированной эртуглифлазином и ситоглиптином. Ну, то, что касается гликированного гибламина, то здесь ожидаемый эффект, когда мы говорим о том, что комбинированная терапия позволяет сохранить тот эффект в отношении снижения гликированного гемоглобина, который достигается на тройной схеме метформином, эртуглифлазином и ситоглиптином. Неблагоприятные явления сопоставимы в группе контрольных монотерапии и тройной схемы этой терапии. Но и то, что касается побочных эффектов, и здесь я напомню тот слайд, который мы обсуждали по влиянию этой терапии на бета-клетку поджелудочной железы. Казалось бы, каким образом это может быть связано с инфекцией мочевыводящих путей. Посмотрите, на эртуглифлазином частота мочевых инфекций составляла 22 человека, на комбинации эртуглифлазином и ситоглиптином 17 человек. 8,8 и 7. Небольшая разница, по сути дела, скорее всего, она будет недостоверной, но тем не менее тенденция такая налицо. И хочу напомнить о той работе Дефронзе, которая была проведена ранее, и было показано, что на комбинированной терапии ингибиторами ДПП-54 типа вместе с ингибиторами глюкозонатриевых код-транспортеров проявление и частота инфекции мочевых путей уменьшается. И группа исследователей, которая проводила эту работу, связывала это именно с ингибирующим влиянием ингибиторов ДПП-4 на синтез глюкогона. В этом случае я говорил, что компенсаторная гликемия уменьшается в том числе и при развитии глюкозурии, и это связано с уменьшением частоты мочевых инфекций. Так что здесь тоже есть такие приоритеты при выборе этой терапии, в отличие от монотерапии с точки зрения побочных эффектов. Ну и если говорить в целом о комплексе действия адъювантной терапии, о комбинированной терапии метформинными ингибиторами ДПП и артуглифлозином в ситоклептином, то, конечно, это представляется более значимый эффект в отношении достижения цели когликированного кемоглобина, как снижение систолического артериального давления, хотя здесь этих слайдов и не продемонстрировано. Но тем не менее мы говорим о двойном эффекте в комбинации с эртуглифлозином как по уменьшению еще раз обращаю к анальцевой проксимальной реабсорции натрия, так и самостоятельном значении ситоклептина в отношении дистального натриуреза. И в этом случае достижение и улучшение контроля за систолическим артериальным давлением это именно проявление комбинированного действия в отношении натриуреза на разные структуры интерстициального аппарата почки. Это, по сути дела, синергизм действия, которые позволяют обеспечить безопасный сердечно-сосудистый профиль для такого пациента. И это то непосредственное влияние сахароснижающей терапии, которое можно модулировать и обеспечить таким образом благоприятный длительный прогноз для пациента с сочетанием хронической болезни почки с сахарным диабетом по перспективе их дальнейшего прогноза кардиоуренального статуса или кардиоуренального взаимодействия. Вот таким вот образом. Ну и то, что ожидаем мы сейчас, это результаты Vertis-CV, которые должно продемонстрировать те эффекты, которые были продемонстрированы ранее, скорее всего, и мы видели их и в Amparec Outcome, и в Canvas, и в Adeclea. И R2-глифлазин, наверное, займет свое достойное место в линейке этих препаратов и будут использоваться и в том числе в комбинации терапии с ингибиторами DPP-4 с метформином о том, о том, что мы сегодня с вами говорили. Ну и, конечно, мы ожидаем эти результаты исследования Vertis-CV и ожидаем этот препарат и будем его хорошо использовать так часто, как это возможно, как представляется в перспективе, потому что трехкомпонент схемы терапии в настоящее время представляет собой наиболее такой мощный потенциал с точки зрения как течения хронической болезни, то есть с точки зрения снижения рисков сердечно-сосудистых катастроф для такого пациента, как сахарный диабет, с коморбидным состоянием сахарного диабета и хронической болезни почки. Ну вот, наверное, все. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ КОНЕЦ